Боже мой, боже мой, кого я вижу! Да. Вот ненадолго плохо. А надолго это хорошо. Надолго это хорошо. Да. Да. А вы знаете, я вам больше скажу. Надолго это хорошо. Нам очень нравятся ваши работы. Ну да. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Слушайте, давайте попробуем поработать вместе. Вот вы хотите работать для нас? С удовольствием. Попробуем, да? Давайте попробуем. Попробуем. Вы набросаете такой планчик конспектик будущей работы. Так. Принесите, мы обсудим и всё. И всё. Планчик конспектик. Будущей работы. В двухстраничках. В двухстраничках. Я знаю, я делаю. Я знаю, вы делаете. Я помню, я делаю. Я помню, я делаю. Я делаю. Я знаю. Я помню. Я помню. Планчик конспектик. В двухстраничках. А можно в одной. Давайте в шести. Я знаю. Я делал. Я знаю. Вы делаете. Я помню, я делал. Я помню, что вы помните, да. А вам это очень нужно? Очень. Так что сделаете? Обязательно. Договорились? Непременно. Я могу быть уверен? Как вам не стыдно? Не подведете? Вам не стыдно? Ну, я могу быть уверен? Я обижусь. Ну, я могу быть уверен. Как вам не стыдно? Но все-таки могу быть уверен, да? А я могу быть уверен? Ну, как вам не стыдно? Как вам не стыдно? Мы оба уверены. Вы чувствуете? Да, я чувствую. Вот чувствую, да. Чувствуете? Да, я чувствую. Чувствуете? Вот сейчас почувствовал. почувствовать. Так что сделайте. Обязательно. Договорились. Если вам нужно, обязательно. Очень нужно. Мы без вас не можем. Но если так, то обязательно. Договорились. Договорились. Сделайте. Обязательно. Четвёртым. К пятому. Четвёртым. К пятому. Четвёртым. К пятому. К пятому. Четвёртому. К пятому. Ну ладно, к пятому. Ну ладно, к четвёртому. Только обязательно. Обязательно. Если я обещаю, вы же знаете. Знаем. Мы уж тогда никого не приглашаем. Рассчитываем только на вас. Только на меня. Только на вас. Только на меня. Но до четвёртого. До четвёртого. На четвёртого? Не сделаю я ему ни черта. А мне это не нужно. На четвёртого числа. На четвёртого числа встречаюсь. Собрание на ликёроводочном заводе. Товарищи, разрешите собрание нашего сорок восьмого ликёроводочного завода считать открытым. Мы тут собрались с вами, чтобы поговорить на наболевшую тему «Изыскание унутренних резервов». Состояние дел на участке транспортного цеха. Сейчас доложит нам начальник транспортного цеха О, при Николай Горчук. Что Василий Иванович докладать? Достижения у нас есть, есть, достижения у нас есть. Люди в обеденный перерыв отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов вновь взял на себя, как и в прошлом году. И всё это с честью несёт. Обещал, не дожидаясь конца года. Вслед за ним шоферы-водители яшишно-разливочной тары, Ларионов и Кучко, тоже взяли на себя всё, что могли. Завозить точно указанный в путевом листе в магазин с минимальным боем по пути. Свести бой от завода до магазина до приемлемой цифры. 50 литров на тонну километров водки и 25 килограммов на тонну километров коняшных изделий. Теперь самодеятельность. Артисты, приглашённые нам в прошлом году на 1 мая, до сих пор не ушли. Ходят по заводу с транспарантами пяти лет около четыре года. Мы сейчас по одному выловливаем. Теперь, Василий Иванович, мы, конечно, с вами привыкли, но молодёжь пугается чертей, которые водятся на складе готовой продукции. Пятницу вечером уборщица Симакова вызвала начальника пожарной охраны. Они вдвоём пытались изгнать чертёнка из междуяшечного пространства. Он дрожнился, кричал ерунду, прыгал по плечам, нагадил и скрылся в трубе. Мы должны что-то тут решать, потому что в конце недели его уже многие видят. Сейчас он стал появляться, что с дружками, с кондитерской фабрики, культурно-массовая работа, артисты до сих пор здесь, физико-акробатический этюд, братья Врадьевых взяли на полставки и они уже дисквалифицируются, отказываются стойки головой вниз. Один брат рухнул, второй братишка рухнул, и мы... Рыга! 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 Рыглавин ты давай! Я предлагаю назначить перевыборы на любой момент. Нам бы это только давай. И, конечно, красивая женщина. Спасибо. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит нам об изыскании внутренних резервов. Ну, пусть доложит нам тут. Пусть доложит. Пусть. Об изыскании. Доложит. 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 Я выступал. Наш транспортный цех задолго до конца встретил Новый год. Водители Лориона Викутько перевезли по маршруту винный склад винный мазин 8 миллионов 856 крепких, крепленных и слегка разбавленных изделий. Идентичные Лориона Викутько обещали сэкономить тонну километров вдвое и бойтары произвести с учетом интересов. Спасибо. Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть и он доложит нам об изыскании внутренних резервов. Пусть и ложит, понимаешь, нам все. Выступал. Я в упрэйнях потом выступаю. Водители Лориона Викутько используя слабые места, а также порожняк взяли на себя дополнительные обязательства и проказали долго жить. Спасибо. А где ваш начальник транспортного цеха? Выступал же я, что-то... А вот мне интересно, как у него там идут дела? В прошлом цех хронически отставал. Начальник транспортного цеха, ты что, в зале? А на выходе по-хорошему, давай, быстро, давай, я стыберусь на тебя, иди сюда, давай, и слава. Выступал. Мне уже текст кончился. Буду говорить то, что думаю. Наш транспортный цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняй. Водители Лорионов и Кучко, используя один двигатель на две бортовые автомашины, взялись обслужить максимальное количество потребителей с одного штуцера прямо в гараже, чтобы напрасно не возить его в магазин. Спасибо. Молодцы. Вот только, жаль, что нам так и не удалось послужить начальника транспорта. И черт с ним. Выговор ему запишем, ты мне напомни, ему дам потом с занесением. Ага, занесешь домой мне его. Сейчас сам выступлю. Да еще есть предложение. Тут поступило предложение от молодых стусершиков перейти уже к официальной части. Вот не надо выражать нетерпение. Все хотят один, что ли? Ей предложение пригласить вторую бригаду артистов, когда уйдет та бригада, которую пригласили в прошлом году. Кстати, кто их видел и где их видели? В Разливочном. В Разливочном. Домой не пишут, одичали. Уже прячутся от людей. Кто видел нашего юрисконсульта? В Разливочном. Взяли его на работу два месяца назад. На проходной, говорят, домой не выходил. Надо найти у нас к нему вопросы закопились. Да. Кто это с вас в прошлом году такси вызывал, а? Машина уже заржавела. Где шофер? Водители Ларионов и Кудько. И главное, кто водил студентов по цеху готовой продукции? Где экскурсия? Пропало 600 людей, студентов политехнического вуза. Надо хоть часть в институт вернуть, хоть часть. Так людей или студенту? Теперь наша доска почёта ну справедливые нарекания вызывает. Что это за жуткие рожи на доске почёта? Вон Фаторов, а ну встань, когда с тобой коллектив разговаривает. Кстати, говорят. Кандыба, подними его там, а то в семью вернём. Вы когда наших людей фотографируете? Не надо у станка, его надо поймать до работы, когда его ещё можно узнать. Ещё какие предложения у кого высказываюсь? Мне предложили, я предлагаю, предлагай, предложение. Матросы. Братва, думаю, что выражу общее мнение. Предлагаю нашему сорок восьмому ликвёрно-водочному заводу вызвать на соревнование сорок девятый засолочный пункт. Правильно. Ну я думаю, наш разговор произвёл на присущих глубочайшее. Глубочайшее. А теперь... Давай все к официальной части к столу. Давай. Здрасте. Здрасте. У нас тут к вам... Что у вас к нам? Сводная заявочка. О, сводная заявочка. Сейчас прямо по списку и пойдём. Прямо по списку и пойдём. Втулка коническая. Нету. Конической втулки нет? Откуда? Что вы? Эта штука коническая. Конической втулки. Нет. Я ехал, ехал, я ехал. Я понимаю, я понимаю. Конической втулки. Нет. А ребята брали? Какие ребята? Кто их видел? Конической втулки нету. Нету. Втулка коническая. Ставь птицу. Что ставить? Ставь птицу. Найдём. А, птицу. Найдём. 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 Подшипник упорный ТТ-54. Нету подшипника. Нету. Упорный. Откуда? А ребята брали? Да, я ребят. Подшипник упорный. Нет, это что ли? Ставь птицу. Найдём. Птицу найдём. Найдём. Диски спецления ГАЗ-51. Спецляются диски для спецления. А, нету. А ребята брали? Не, 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 не. Не, 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 не. Ой. 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 Вариковый. Вариковый. Сами гоните? Сами? Хорошо, хорошо. А то, ты знаешь, на соседнем заводе, так они для меня спирт из тормозной жидкости гонят, понимаешь? Это не интеллигентность. Прям судороги по ночам невозможны делать. Это интеллигентность. Да. Диски из спецления ГАЗ-51. Бери, сколько увезёшь. Птицу. Рисуй. Уплотнение петровоистовое. Восьмой номер. Как сказал? Ещё раз. Недопонял. Уплотнение петровоистовое. Щас. Уплотнение петровоистовое. А, петрово-вы-вы-вы-вы. Петрово-вы-вы-вы-вы-и. Петрово-вы-вы-вы-и. Вы-вы-вы-вы-и. Вы-вы-вы-вы-и-ся. Но всё равно некого. А ребятам? Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. А себе? Я не могу. Давай себе. Я пропускаю. Себе давай. Я не могу. Себе? Я не могу. Меня послали, я должен продержаться. Себе один не буду. Я не могу. Ещё список большой. Не можешь, езжай назад. Назад дороги нет. Уплотнение петровоистовое. Где-то была парочка. Парочка была. Была. В СИЗО. Рисуем. Петерёнки шестерёнышные. Вологодские. Ещё раз недопонял. Петерёнки шестерёнышные. Сейчас. Ты давай на голос, на голос иди, давай на мой голос, голос иди. Целься, целься лучи, целься. Закрылки, закрылки выпускай. У тебя полоса короткая посадочная. Петерёнки, шестерёнки, четвереньки. Вологодские. А, Волговские. Нету. В СИЗО. В СИЗО. В СИЗО. Не-не-не-не-не. А тебе давай. Я не могу. Езжай назад. Назад дороги нет. Петерёнки шестерёнышные. Вологодские. Пошукаем. 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 В СИЗО. Рисуем. Пошукаем. Пошукаем. Здравствуй, АИС. Здравствуй, ПСИСА. Так и должно быть. Не надо, не надо. Спасибо, ПСИСА. Не надо, не надо, не надо. Неудобно на работе всё-таки. Не надо, не надо. Давай ж до конца списка дойдём. Дойдём, я уже почти дошёл. Три салата. Чего-чего? Три салаторные штуки. Четыре ПСИСы и люля-кебаб. А ну налей ещё, чё-то не разберу. Я чё-то ни туда, ни туда не идёшь. Эскалаторные штуки. Четыре шланга и брендзе. Брезент, брендзе, нет. Давай брендзе. Нет брендзе. А у меня водочка. Нет брендзе, нет. Пожарники разобрали. А коньячок? Ой, хорошо. Ну нет брендзе, ты нет, понимаешь? А брендзе? Ой, хорошо. Ну нету, ты понимаешь, нету. А завтрак туриста? Ну нету, ты понимаешь, нету. Нету? Нету. Вот тут я тебе верю, потому что ты честный человек. В Одессе был старик-сантехник. Потрясающий старик. С 7 утра уже на ногах, под лёгким давлением, с лёгкой закусочкой. Жил в здравии очень долго. Все знают таких, все на них пальцами показывают. Вот, смотрите, мол, и пища нездоровая, и падают не бьются, в холод не болеют, зарядку не делают, жуткий образ жизни ведут. И живут, и живут, живут, и выпивают, и живут, живут, и выпивают. Вдруг старик приходит к соседу с повесткой трезвый. Вам надлежит явиться завтра на бебеля в КГБ с паспортом и повесткой. Старик с вечера не пил. Утром в окошко сержант проводил его в комнату номер 16. Там сидел строгий начальник, долго сверял паспорт с повесткой. Потом говорит, Антон Филимонович, вы действительно получили бы удовольствие, если бы Леонида Ильич Брежнев поцеловал вас в задницу. Старик чуть не умер. Кто вам сказал? Кто вам сказал? Гражданин начальник. Такой человек, генеральный секретарь. Гражданин начальник. Куда взять, что другого места нема? Гражданин начальник. А зачем же вы 16 апреля в 8 часов утра на улице советской армии угол 905 года заявили, что если чего кому не нравится, пусть Леонида Ильич Брежнев поцелует вас дальше по тексту. Да нет, не было текста, гражданин начальник. Да вы что? Я ж бухи никогда не подойти мне. Да нет, ребята, кто мне заложил? Я так тихо говорил, а? Да нет, гражданин начальник. Да вы что? Ну, в общем, его отпустили. Через неделю он умер. Не мог больше пить. Такая притча. Встретились два таракана. Один из них был интеллигентом, а второй просто спросил. Как вы относитесь к большому спорту? Большой спорт прекрасен. Прекрасен, но это не для меня. Прекрасно желание побеждать любого. Бегать, колоть, забивать. Нет, видимо, большего счастья, чем убедиться, что другой сломлен. Это прекрасно, но это не для меня. Как их гения врождают шахматы. Молчаливый, сосредоточенный, железно подготовленный. Смять, сломить, победить. Я шахмат боюсь. Там обязательно один из двоих унижается. Ему публично доказывают, что он слабее и просит не обижаться. Считайте, что меня победили без игры. И они поползли дальше, преодолев водопроводную трубу. Вы знаете, я любуюсь лицами победителей, хотя они несколько мрачноваты. По мне уж, ну пусть не такие чемпионы, а пусть подобрей, а издам повеселей. И тысячу раз меня простите поженственней, чтобы не такая тяга преодолевать партнера. Она же когда-нибудь станет женой. Так рассуждая, они остановились у газовой колонки. Вокруг разливалась приятная теплота. Вы знаете, я не против карьеры в спорте. Но спорт ради карьеры. Приятно увидеться и поговорить с Сильвестром Столоне. Но жить под его руководством. Тут вспыхнул свет. Они помчались. Один из них успел нырнуть в щель. А я? А как же я? Ну сочтите предательством, вас опрыскали. Может быть, большой спорт это плохо. Но элементарная физическая подготовка. Особенно для интеллигенции. Добрый вечер! Так что такое теория относительности? А это все относительно. Это не значит, что что-то нужно относить, а что-то можно отнести потом. Это сложная штука. Скажем, я сижу, а вы идете. Да, да. Ну пожалуйста, ходите. Пожалуйста, пошел. Чувствуете, вы идете, а я сижу. Вы пошли относительно меня. Что вы говорите? Теперь вы сидите, я пошел. Что я сделал? Вы пошли. Правильно, пошел относительно вас. Что вы говорите? Один относительно другого все время что-то предпринимает. Или скажем, мы с вами поехали. Что мы делаем? Мы едем. Правильно, относительно чего? Ну-ну. Относительно предметов, домов, городов, деревьев, полей, лесов, рек. Я понимаю, это пока сложная штука, но если мы привыкнем к этой мысли и будем ее с вами двигать дальше, кстати, двигать, мы с вами толкаем третьего. Что мы делаем? Мы толкаем его. Так, толкнули, и он упал. Относительно чего? Домов. Да, мы толкали его относительно домов. Он упал относительно нас, с него слетели очки. Так, мы толкали, с него слетели очки. Так. Мы остановились... Относительно чего? Домов. Он относительно нас продолжал двигаться, а очки относительно... Относительно? Продолжали двигаться относительно... Домов. Его. Что вы говорите? Как интересно, а? Допустим, мы толкаем его в очки. Тогда мы упираемся в его очки относительно чего? Его. Домов. Что вы говорите? Очки остаются у нас. А он продолжает двигаться относительно... Очков. Точно, да. Если его затолкать далеко, он вернётся по молодевшему. Серьезная мысль. Помолодевшим ровно настолько, насколько... Мы его толкнули? Насколько он не видел нас. Допустим, мы его так толкнули, что он нас не видел три дня. Насколько он помолодел? Относительно домов? Нет. Давайте упростим. Давайте. Мы его не видели три дня. Сколько он не видел нас? А относительно чего? Вот, понимаете, теория предполагает во всём принцип относительности. Ну, скажем, дома спрашивают, ты куда идёшь? А относительно чего? Сколько ты получаешь? А относительно чего? А относительно студента много, а относительно директора мало. Вы в эту сторону пошли. А относительно министра ещё мельче? Да. Значит, мы его толкнули. И он нас не видел три дня. Сколько мы не видели его? Ну, если мы так его толкнули, что он нас не видел три дня, то мы его не могли видеть каждый день. Это относительно нас? Да. Относительно его ему крышка. Да. Он нас может не увидеть вообще. Да. Важно, что мы по отношению к нему продолжаем существовать. И толкаем других? Относительно? Домов. Конечно. Сложная вещь. Да, это не простая штука, но это ещё не всё. Что вы говорите? Там ещё есть о движении относительно других поодиночке и сплочённой кучкой. Было время, ты понимал несколько человек. Сейчас понимают все. Относительно других? Себя. Ну, допустим, я что-то изобрёл, открыл или создал. То другие? То другие зааплодируют вам? Толкнут так, что я вернусь постаревшим. Толкнут относительно того? Конечно. Дома же двигаться не могут. Может двигаться коллектив, толкая впереди себя очки, надетые на одного. Позвольте. А если он очень умён? Бачка. Да. Относительно коллектива. Да. Оглупляем его и оставляем коллектив умным. Относительно чего? Домов, конечно. Спасибо за внимание. Сегодня мы вам играем отрывки из разных спектаклей. Я уже вам сказал, эту программу мы так сегодня называем. Играем Михаила Жванецкого, Виктора Ильченко. А... Моя фамилия Ильченко. Зовут меня Витя. Я живу на Приморской улице. У меня своя квартира на пятом этаже. Двухкомнатная. Как, говоришь, тебя зовут? Витя. Вот, если спросят, как тебя зовут, так и скажешь, Витя. Фамилия? Ильченко? Так и говори, Ильиченко. Где живёшь? На Приморской. Так и отвечай. Живу на Приморской. Так я живу на Приморской. Вот и говори. Живу на Приморской. Если спросят. Так я живу на Приморской? Так и отвечаю. Живу на Приморской. Квартира чья? Моя. Маленький там кто? Где? В ванной. Это Вася, друг мой. Как попали сюда? Куда? В свою квартиру. Шучка, мы попали в мою квартиру. У меня в руках был мой ключ. Мы поднялись наверх, на пятый этаж, открыли и попали. Вот. И что бы ни говорили, я здесь живу и точка. И никаких. Так я же действительно здесь живу. Вот и говори, я здесь живу. Значит, как тебя зовут? Витя. Фамилия? Ильченко. Память железная. Где живёшь? На Приморской. Так и отвечай. Живу на Приморской. Я живу на Приморской. Вот и говори, я живу на Приморской. Я живу на Приморской. Вот так и отвечай. На Приморской. Фамилия? Ильченко. Ещё раз. Ильченко. Ещё раз. Ну, Ильченко, Ильченко, Ильченко. Не собьёшься? Так что взбиваться? Я же действительно Ильченко. А он? Он Вася. Вот, он Настя, Вася, ты Ильченко. Значит, как тебя зовут? Витя. Фамилия? Ильченко. Ещё раз. Ильченко. Ещё раз. Ну, Ильченко, Ильченко, Ильченко. Не собьёшься? Ну, что взбиваться? Я Ильченко. А он? Он Вася. Вот. И чтобы мы не говорили, я Ильченко, я здесь живу, а он Вася. Да что говорит? Он Ильченко, я Вася. Что-что? То есть это я Ильченко, а это он Вася. Вот, видишь? Он Вася. Видишь? И не дай бог. Что не дай бог? Не дай бог тебе сказать, так ты хочешь. А почему я не могу сказать, как я хочу? С ума сошёл. Я кого боюсь? Да, дурной желторотый, на рожон лезешь. Я Ильченко, я и... Чё ты лезешь на рожон? Я Ильченко. Зачем на рожон лезешь? Я Ильченко. Цыплёнок, пацан. Я Ильченко. Ты Ильченко, а он Вася. Понял? Значит, как тебя зовут? Давай репетировать. Повторяй за мной. Моя фамилия Ильченко. Моя фамилия Ильченко. Маленький тот. Кто маленький? Ну? Вася? Ну? Вася. Попали как сюда? Куда? В свою квартиру. Я забыл. Что у тебя было в руках? Ведро, что ли? Твоё ведро. А ключ, да ключ. Мы поднялись наверх. Так, ну, этаж, быстро. Быстро этаж. На пятый, что ли? Ну? Открыли дверь. Открыли дверь и что? Ключом открыли. И что? И что? И ну? А? Что? И? И что? И что? Ну? И вошли. Молодец. Всё. Молодец. Вошли. Всё. Если спросят, говорим. Мы вошли. И всё. Закрой глаза. Открой. Так лучше. Если скажут, покажи паспорт. Ни в коем случае никогда. Что ты боишься? Ни за что? Ты же Ильченко. Никогда не за что? Ты боишься? Нет, нет, нет. Я боюсь. Я лучше уеду отсюда и всё. Ты же Ильченко. Я уеду. Ты пока покажешь паспорт. Ты Ильченко. Нет, нет. Я уеду отсюда. Куда ты уедешь? Я уеду. Я боюсь. Я боюсь. Ты здесь живёшь? Я здесь живу. Ты никуда уедешь? Я никуда не уеду. Ты сидишь здесь. Я сижу здесь. Маленький там кто? Вася. Как попали сюда? Куда? К квартиру свою. Ну всё, садись. А? Вставай. А? Зови маленького. Вася. Говори. Вот если спросят, как меня зовут, ну скажите, Витя, мол. Как фамилия Ильченко, якобы. Где живут на Приморской, как будто. Если спросят, как вы сюда попали, ну скажите, по билетам, якобы. Что происходит? А, тут спектакль. Какой врай. Играю из Жванецкого, вроде бы. Маленький, Карцев, побольше Ильченко. И не ходите за нами, маскируйся. В чём дело? Что здесь происходит? Какие билеты, какие вокзалы? Этим вопросами занимается моя жена и мой сын Кранц. А я фантаст, я писатель-фантаст. Дайте мне дорогой рассеянной. Я могу в любой момент под трамвай. Крупноголовые существа планеты Большой Центавр обрушили ядерные заряды на планету Цветущий Галебарс. Война миров. Война, какой обмен? Какой квартиры? Кто подавал? Я подавал? Ты что меняешь? Что у тебя есть? Отдельная тишина. Тишина. Визг домашних хозяек, звон бидонов мешает мне сосредоточиться. И всё время у себя там тишина. Понимаешь, Гамильтон? Как тебя, Костя? Понимаешь, Фёдор? Там есть цветы. Там цветы от запаха, которых насыщаешься. Там не нужно искать женщин. Там всё наоборот. Они ищут тебя. И отвлекают. Глюкентавр! Глюкентавр! Понимаешь, Глюкентавр, это значит, где ты? А ты сидишь, цветочки собираешь и поёшь. Звесенька, месенька, моталёчек, крошечка, мотечка, мой цветочек. Вчера покрылась дымом планета Малый Центурион. Очевидно, на них напали, я не знаю, кто. Если бы я знал, я бы им помогал. Какая Дарья? У кого Дарья? У меня Дарья? Какая Дарья? А, эти коробки, стиральный порошок. Это я не знаю, где брал. Не знаю, это жена. Сейчас покрылся дымом Рекс. Планета слабого свечения в созвездии Купера. Там мне всё ясно. Там могучая группировка шестипалых организмов борется за власть. Там, вы знаете, я не знаю, где брал Дарью? Не знаю. Наверное, там ещё есть. Откуда я знаю, я фантаст? Покоя нет, проклятая Дарья. Сволочь баба. Я не знаю, где у вас дают этот порошок. Да я советский, советский я, я советский. Ну, я международник, я межпланетник, я фантаст. Два часа назад пал Гарминон. Последний оплот думающих папоротников. Взят был обманом, врасплох они все спали. Эти подошли. Да подавись ты своей, Дарья. Не знаю, где брал Дарью твою. мылом стирай. Ты знаешь, чем Иван Грозный стирал? Мылом! Пила в воду, била в реку, стоя по колено в воде в закатанной скуфьи. И лошади рядом пили осторожно, красиво, и вздрагивали. И тишина, царь лошади, и тишина. Ни порошков, ни трамваев. Рыба в воде плескалась, и девки с песнями. А твое воображение поднимается выше миски с этой Дарьей. Бери пакет. Быстро беги, стирай. Быстро. Беги, стирай, быстро. Оббеливай, не бойся, не бойся. Не убегай так быстро, не бойся. Я фантаст. И соблюдаю правила движения. Я могу попасть под машину. А вы что собрались? Фантаста не вели. Сейчас напугаю всех. О, испугались! Испугались точно курциане. Но каждый из них мог издавать облако. Вы можете издать облако, вы пятеро? Я вам сейчас скажу, где брал Дарью. От того, что ты мне стукнешь, ничего не изменится. Порошка уже нет. Кончился порошок. Это я залился сатанинским смехом. Нет, бабушка, я не идиот. Я просто не местный. А, вот и моя жена. Маша, поди сюда. Маша, вот она моя. Это Маша, она моя жена. Маша, поди сюда. Это Маша, она моя жена. Это мой единственный переводчик. Маша, переведи им, что они понимают в жизни. Куда они побежали? Зачем им Дарья? Чего они суетятся? Маша, ты сказала им, что я фантаст? Они поняли? Маша, я тебе нужен? Все. Домой. Маша, ты где брала эту Дарью? Погасла комета Когоутик. Кто здесь только что сказал футбол? Кто только что я слышал, где этот нахал? Кто сказал футбол? Кто сказал, где этот нахал? Подведите меня к нему. Но он меня сейчас не волнует. Мне сейчас волнует совсем другое. Как у наших пойдут дела в будущем сезоне. Я всю жизнь на стадионе. У меня от семечек язва желудка. Ты молодой. Ты еще не знаешь, что это такое. Тебе весело живется. Мальчики, девочки. Подожди. Будет и язва. У тебя все впереди. Но ты меня сейчас не волнуешь. Мне сейчас волнует совсем другое. Как у наших пойдут дела в будущее. Давно ли я в футболе? Ты, посмотри, такой молодой, такой нахальный. Сколько тебе лет? 22. Чудный возраст. Мальчики, девочки, танцульки. Так вот, когда твой папа страдал детскими болезнями и лежал пересыпанный тальком, я уже играл за сборную Одессы хаубеком. Закалка до сих пор. Посмотри, какой я здоровый. Закалка до сих пор. Крепкий. Смотри, какой мне 75 лет. Мне никто не дает. Пробежка штанов до сих пор. 75 лет, ты мне дает? Мне никто не дает. Девочки, не торопитесь. Мне пока 75 лет. Ты мне дашь 75 лет, а? Ты мне больше дашь? А ну иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Давно ли я в футболе? Как мы играли? Какой это был футбол? Я помню, берешь мяч, идешь по краю. Где свои, где чужие, где стадион? От всех уходишь. На взлет идешь. От земли отрывало. Сейчас футбол. Это футбол. Это балет. Это балерины кривоногие. Они полчаса целуются после каждого гола. Валяются по полю, целуются. Он гол забил. Бальрина. Мы шли грудью. Как мы играли? Ох, какая была с испанцами игра. Я помню, я был в черном, они в полосочку. Помню, я взял мяч. Помню, обошел одного. Помню, обошел другого. Помню, обошел третьего. Помню, мне дали в глаз, и я уже ничего не помню. Я вскочил, побежал дальше. Мне дали в другой глаз, а я бегу. Глаза подбиты, я мчусь. Здоровый, как бык. Свечка. Мяч идет на голову. Я его принимаю, а это кирпич. В пыль. В пыль. Да не голова, а кирпич в пыль. Что ты смеешься? Дал мне 75 лет и смеется. Как мы играли? Я был, я был сумасшедший игрок. Я был сумасшедший. Я мячом штангу перешивал. Мне вешали на правую ногу гирю, на левую фотоаппарат. Я как я кусался, я как я играл в лево, играл в правое, сухой лист, лавровый лист. А спрашивает давно лев в футболе. Я был, у меня здесь двух ребер нет. Это игра с англичанами. А здесь у меня что должно быть? Нету. Откусил гад вратарь. Они меня все хотели вывести из строя. Все любыми способами. Потому что я был неудержим. Я был сумасшедший. Как я играл? Я был самый грязный. Я без гола не уходил. Я без гола не уходил. Они заканчивали игру, я забивал гол. Я не мог уйти без гола. Давно ли я в футболе? Он спрашивает. Давно ли я в футболе? Ой, бойстрюк. А я помню, как мы играли. Нас было три брата. Мы играли, я помню, с турками. Или это были не турки, но так похоже. Они нас били по ногам, чтобы мы не играли. А мы еще делали, мы прыгали, чтобы они нас не били. Я помню, я взял мяч, пошел вперед. А куда бежать? Сзади же свои. Тут мой брат как крикнет, прыгай, Сеня, сзади. Он так крикнул, что я так прыгнул. Я увидел море, и пароход Крым, и Дерибасовскую, сломал ногу. Правую, любимую, сломал. Иди пощупать, разрешаю. Иди пощупай. Ниже возьми. Нет, не здесь. Ниже возьми. Все, отойди от ноги. Давно ли я в футболе? Он спрашивает. У меня кладос до сих пор. Я тебе из 9-9 пенальти попаду в девятку. Дайте мне мяч. Дайте что-нибудь кругу. Дайте я ему сейчас. Дайте я ему покажу. Дайте мне что-нибудь. Кружку пива, 100 грамм дайте. Дайте я ему сейчас покажу. У меня кладос. Я с 30 метров сигарету вышибаю изо рта. Дай ему сигарету. Возьми сигарету в рот. Отойди на 30 метров. Дай мне кирпич. Дай мне кирпич. Что ты боишься? Я попаду. Что ты боишься? Испугался. А 75 лет ты не боялся мне дать, а? Вновь я в футболе. Когда Одесса впервые выиграла у Киева, у меня родился ребенок. Сколько ему сейчас? Кому? Киеву? А, ребенку. Сейчас я вспомню. Сейчас тебе скажу. Я сидел в 15-м ряду. Он бил левой ногой в правый угол. Да. Ему сейчас 40 лет моему сыну. А что Одесса? Это Одесса и футбол. Это главное. Мне жена прочитала, что в Бразилии кто-то умер на стадионе от разрыва сердца. Я ей сказал, чтобы я уже увидел такую игру. Я бы тоже умер спокойно. Чтобы они так играли, как они пьют нашу кровь. Когда они почему-то выиграли, у Гроссмана не выдержали нервы. Он схватил сладка бублики и бросал в народ. А, я забыл. Ты же не знаешь Гроссмана, ты же молодой. Великий одесский болельщик. Когда Котя Фурс обошел Рябова из московского Динамо и забил Яшину гол, он скачал на скамейку и кричал, Котя, моя семья признала тебя лучшим игроком мира. И плакал вот такими слезами. Потому что мы играли в футбол, мы не за деньги играли. Ох, это была игра с англичанами, никогда не забуду. Я был в ударе. Я был в ударе. Я обошел одного, обошел другого. Этому сделал форточку. Этому бортанул сюда, он ушел туда, я ушел к себе, он ушел черти куда. Я подошел к штанге, они меня в штангу, я вывернулся головой. Штанга в дребезге, мяч в воротах, а я в больнице. 32 шва наложили. 32, иди засчитай, если ты умеешь считать. Но с 30 дней. Давно ли я в футболе. Ты Хижникова видел? Не видел. А Степанова помнишь? Не помнишь. А Дубину Двоенкова? Не знаешь. А Манечка написал книгу 20 лет в апсайте. Ты читал? В Одессе играл единственный глухонемой, единственный в мире глухонемой. Ему FIFA разрешил играть, он был такой игрок. Он был блестящий, как он играл. Он каждые 5 минут забивал гол. Ну не слышал свистка, но он глухонемой был. А он мне дал 75 лет, он мне весь день испортил, он мне всю жизнь испортил. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел. Он мне дал 75 лет. Где ты был? На пляже. На пляже в рабочее время? А что, все было спокойно сегодня? Какое спокойно? Ты с ума сошел? Ты знаешь, что у тебя на участке случилось? Что случилось? У тебя кран упал. Врешь. Кран. Врешь. Тебя с утра начальство ищет вне себя. Кран упал? Да. Что делать? Делать что? Вот они идут. Попробуй их забудуть. Забудуть. Не уходи. Не уходи. Постой за мной. Не уходи. Товарищи, я его вижу. Вот он. Вот он. Вот он. Так. Вы здесь? Хорошо. Отпустите собаку, товарищи. Я уже с ним разговариваю. Отпустите овчарочку. Послушайте, Кольцов. Вы, конечно, были на работе. Да? Да. А? А? Что? Что? Я вас спрашиваю. Что вы спрашиваете? Я говорю, вы, конечно, были на работе. Да? Да. А? А? Что? Что? Я вас спрашиваю. Что вы спрашиваете? Я говорю, вы, конечно, были на работе, да? А что, кто-нибудь сомневается? Я не сомневаюсь. Ага. Значит, вы были на работе. Вот тут я не пойму. Если вы спрашиваете, я буду отвечать. Если вы отвечаете, я буду спрашивать. Пока я, начальник, я спрашиваю. Почему пока вас могут снять? Вы так хорошо работаете. Вы так к вам привыкли все. Почему пока? Почему пока? Почему пока? Тихо. Короче, были на работе или нет? Попробовал бы я не быть. Что это, частная лавочка, что ли? Это государственное производство все-таки. Как-никак. И все, кто думает, что частная лавочка, могут поискать другое место. Бездельников держать не будем. Хочешь, работай, приходи. Не хочешь, не приходи, не работай. Пришел, работай, сиди. Не пришел, сиди, не работай. Если мы начнем у каждого спрашивать, нравится ли тебе работа, пройди, пара работ. Не хочешь, не пара работ. Это будет не производство. Знаете что? Что? Вот я хотел с вами поговорить на эту тему. Я не могу вас найти. Где вы бываете? Я не могу вас найти. Где вы бываете? Я не могу вас найти нигде. Где вы бываете? Подождите! Сначала я с вами поговорю. Значит, вы были на работе, да? А вы знаете, где вас видели во время работы? Где? Где? Да, где? Это что такое? Что именно? Вот это, что это? Вы о чём? Вот это, что это? Что, что именно? Вот это, вот это, что это, что это? Вот это? Да. Это я кольцом. Вот это что такое? Вот это, что это? 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 Иван Семенович, перестаньте говорить с загадками, вы меня изводите. Что у вас на шее? На шее? На моей? Да. Царапина? Что там такое? Что там? Вот это что такое? Что это? Отвечайте мне, что это такое? Что такое? Ну что такое? Ну в чём дело? Что вы такой странный сегодня? По-моему у вас что-то случилось. У меня? Да, по-моему. Да это у вас случилось, это же у вас не было. Где вы были? Это полотенце. При чём тут полотенце? Да вы знаете, что сегодня случилось? Ещё бы. Ну вот. Хорошо. Что хорошо? Хорошо. Вы знаете, что всё утро вас ищут? Конечно ищут, они меня, конечно... Конечно ищут. Мы болтаем с вами. Конечно меня ищут. Вы меня перестаньте здесь, вас сказали раньше, до нашего разговора. Что вы не понимаете. Как это? До того как я вас нашёл. Как-то? 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 Как? До того как я вас нашёл. До того. До того? ДО ТОГО! Как это? ДО ТОГО я говорю. Так раньше или ДО ТОГО? Раньше. Не ДО ТОГО. ДО ТОГО. Раньше дО или ДО Раньше ТОГО? ЧЕГО? ТОГО. Раньше ДО ТОГО как нашли. Или нашли Раньше ДО ТОГО как? Как это, как это, как это, как это? Ну раньше, до того, раньше, до того, до того, до того, до того, до того. Хея, хея, хея. Шейбу. Айсинг. И вообще зачем искать, зачем найти, если кому-то нечего делать? Если ему нечего делать, пусть ищет. Пусть ищет. После того, как найдет. И не отвлекает тех, у кого есть, что делать, когда искать и где найти. Что не ясно? Вы о чём, вы о чём? О чём? О чём? Ух, вы хитрят. Эй, вы комик. О чём? Если б не знали, не спрашивали. И не начинали б этого разговора по существу. Вокруг да около умеет каждый. А попасть в центр сути, в точку проблемы, это ещё надо посмотреть. У меня к вам всё. Позвольте, вы о чём? Опять? Вы знаете, что случилось на вашем участке или нет? Вот. Что вам? Наконец-то. Что вам? Наконец-то. Что? Подошли к самому главному. И докладывайте. Вы знаете, что Гришку застукали с Мотовиловой на складе? Вы знаете об этом? Я спрашиваю, где вы были? Я был за углом. Ну ладно, не будем терять времени или время, как правильно. Времени. Или время. Время. Или времени. Времени. А как нужно сказать, не нужно или не надо, как правильно? Не нужно. Или не надо. Не надо. Или не нужно. Не нужно. Стоп. Осторожно, у меня что-то с головой. Это производство? Производство. Сейчас 71-й год, но уже где-то не было. А почему вы мне не сказали? Я же там должен был быть. Где мы теперь узнаем, где я был, что я делал? Ну я надеюсь, вы будете молчать. Я молчу. Так что... У-у-у! Чего-то есть в этой почве. Что-то есть в этих прямых улицах, бегущих к морю. Что-то есть в этих людях, так ярко говорящих, заимствуя из разных языков, самое главное. И когда я приезжаю в Одессу, а приезжаю я каждый год либо на юморину, либо на кладбище, я жутко огорчаюсь. К счастью, юмор не пропадает. К счастью. Вот такой шкет подбежал ко мне в театре оперетты и говорит, дядя Рома, я вас первый раз вижу живым. Я говорю, как у тебя впечатление? Он говорит, я думал, живы хуже. И побежал дальше. Я понял, что этот пацан, ему 8 лет, этот юмор подрастает. Он подрастает, он даже сам не понял, как он правильно сказал, как он дал точную одесскую интонацию. Одесский язык, он тональный, он очень мягкий, он очень тонкий. Одесский язык тональный, он как китайский. Возле меня на футболе сидел пацан лет 11. Он увидел своего друга через все поле, он кричал, придурок, иди сюда, здесь место есть, придурок. Иди сюда, придурок. Его били по голове, а он не смотрел в футбол. Придурок, иди сюда, здесь место есть. Он так любил своего друга, ну он так любил. Очень точная интонация одесская. Я поднимаюсь по лестнице, гостиница красная. Вдруг сзади слышу крик. Молодой человек! Я продолжаю идти. Молодой человек! Швейцар кричит. Я продолжаю идти. Молодой человек! Я оборачиваюсь, стоит возле него уборщица, говорит, Вася, что ты кричишь? Он правильно не оборачивается. Какой он молодой? Посмотри, сколько ему осталось. Никогда не знаешь, чем закончится одесский разговор. Никогда. Два одессита могут стоять разговаривать, незнакомый, третий подойдет. Полтора часа будет стоять, потом скажешь, ой, не мрочьте голову, пойдет дальше. Я пришел в бассейн поплавать. Я очень люблю плавать, я люблю море. Я вырос в воде. Я пришел поплавать в апреле, бассейн, было прохладно. Я нырнул и пошел, молодой тренер меня встретил, говорит, давай, давай, ну-ка, интересно, покажи. Он тренировал детей, мальчиков, девочек. У него одна смена прошла, другая смена. Он пришел закрывать бассейн. Говорит, что такое, ты еще здесь? Я говорю, да. Ты что, плыл все время? Я говорю, да. Сколько? Я говорю, километра два. Два километра без перерыва, блеск. Сколько ты проплыл? Я говорю, не знаю, километра два, я не знаю, два часа, полтора. Все, завтра у нас соревнования ветеранов, ты всех побьешь, у нас вот такой приз. Я говорю, ты что, мечтаешь ветераном? Он говорит, а кто ж так медленно плывет? Никогда не знаешь в этом прелесть, этого языка. Я встречаю на Дерибасовской своего друга, я его много лет не видел, он весь зарос, бородаш. Он говорит, ну что, ты меня узнал? Я говорю, да. Как меня зовут? Я говорю, Миша. Где я жил? Я говорю, на Кирово. Как маму звали? Я говорю, Софа. Как тебе Ельцин? Такой переходик у него. Я обожаю эти переходы. В гостинице Аркадия я приехал, въехал, смотрю, там в ванной лежит мышка дохлая. Я звоню администратору, говорю, девочки, что такое? У вас там мышка. Она сдохла. Все, Софа, хватит, не трави их. Она сдохла. Все, пусть пока лежит. Все. Недавно звоню в Одессу, кричу, плохо слышно, кричу, ору. Это Одесса? Какой-то старичок кричит, пока, да. А, встречаясь знакомой с женщиной, Наташа, ты так прекрасно выглядишь. Она говорит, это я еще плохо себя чувствую. В этой же гостинице я приехал отдыхать. Просто приехал на пляж походить. Иду, у меня жил в люксе какая-то женщина, старушка, меняла мне постели, меняла полотенце каждый день. Я просто, я пришел, как-то иду по коридору, идет молодая со старушкой, молодая. Говорит, о, здрасте, Роман, здрасте. Молодая старушка, говорит, смотрит на него, говорит, ты что, его знаешь? Говорит, конечно, это же Роман. Говорит, ты смотри, я ему меняла полотенце каждый день, думала, что иностранец. Смотри, я ему каждый день меняла полотенце. Ну, а недавно стояла одна одесситка возле памятника, открыли Жукову на Красной площади, на коне Жуков. Стояла какая-то одесситка, подошел репортер, говорит, как вам нравится? Она говорит, потрясающе, я вообще люблю лошадей. Недавно, это мне уже рассказали, этот случай тоже на привозе. Вы знаете, есть в Одессе такие места, где делают настоящих раков, голубые раки такие. Они специально отправляются во Францию. Лягушки, эти жабы, которые они едят, французы, без которых они не могут. Они голубые, в самом настоящем. И вот какой-то парень подошел в Одессе на привозе, говорит, мне нужно, сколько стоит один рак? Она говорит, ты называла сумму там 250 тысяч купонов, там, не знаю. А он говорит, вы что, с ума сошли? Один рак? Она говорит, конечно. 250 тысяч? Она говорит, вы посмотрите, это же Олен Дилон. Это же Олен Дилон. Это Одесская филармония, которую Козак называл публичной. На контроле стояла мадам Грязоцкая, ей было лет 90. Ей говорили, мадам Грязоцкая, идите уже на пенсию, сколько можно? Она говорила, я уму на контроле. Ей давали левые деньги, десятки, пятерки, она их рвала. Деньги рвала, билеты рвала, все рвала. Она ничего не видела, она уже зрение было. Она рвала все. Она мне говорит, куда вы едете? Я говорю, в Ташкент. Привезите мне фельдепенсовые чулки. Я говорю, зачем? Пусть лежат. А, тетя Маня, уборщица тоже. В Одессе все знаменитые, все. Уборщица в филармонии, в симфонический оркестр, сидит во фраках, генеральная репетиция. Она приходит со шваброй и говорит, а ну выходите, меня надо убирать. Они выходят, она убирает. Идите себе опять играйте. Стояла она, смотрела наш спектакль с Витей. Смотрела долго, весь спектакль, что бывает очень редко. Подошла ко мне после спектакля, говорит, товарищ Карцев, могу вам замечание сделать? Я говорю, да. Вы знаете, вы неплохой артист, но вы так пересаливаете лицом. Пересаливаете лицом. Где, в каком языке мира вы услышите эту музыку слова? Пересаливаете лицом. Так же, как я в Москве, когда приехал лет 15 назад, я пришел в ресторан и попросил у официанта, заказал жидкое. Они полтора часа совещали, не знали, что это такое. Но эта фраза стала знаменитой. Я недавно объездил всю Америку, там 30 городов, у меня было 30 концертов. Она уже там ходит просто как анекдот. А это фраза, которую я слышал сам лично на привозе в Одессе. Стояла женщина, кричала, зелень, зелень. Я подошел, говорю, дайте два пучка. Она говорит, отойди. Зелень, зелень. Я говорю, дайте три пучка. Она говорит, отойди, я доллары меняю. Зелень, зелень, зелень. Ну, а это, я пришел в магазин, я говорю, что такое? Я вчера покупал этот продукт. Он стоил 50 тысяч. Ночь прошла, он стоит 100 тысяч. Она говорит, а вы не ложитесь. И, к сожалению, огромное количество одесситов уехало. Огромное количество. Город сильно опустел, пострадал. Я с удовольствием бываю на Брайтоне, потому что он мне напоминает ту Одессу, которую я помнил в 50-е, 60-е годы. Они громко разговаривают. Они разговаривают через всю улицу. Они подходят, пожимают руки. Они рассказывают тебе всю свою жизнь. Они так жили, они так живут. Все говорят по-русски. Даже те, кто там, поляки, болгары, румыны. Они всех их заставили говорить по-русски. Там даже продавцы, как китайцы, которые продают там, они все говорят по-русски. Они всех научили жить. Всех. Они сидят на берегу океана, лузгают семечки и не сплевывают. В Одессе же не сплевывают. Им лень, каждая семечка. И потом так, раз, раз, раз. Я иду по Брайтоне, какая-то женщина меня увидела, неожиданно говорит, о! Я говорю, что? Она говорит, ничего. Все, весь разговор. Есть такая там тетя Поля на Брайтоне. Тетя Поля, она уехала из Одессы примерно лет 25 тому назад. Она живет там давно. Она не знает языка и не хочет его учить. Она знает hi, bye, thank you. Там пару слов английских. И она выучилась и стала потрясающей. Педикюр, маникюр. И к ней приходят американки. Я говорю, тетя Поля, а как же вы с ними общаетесь? Она говорит, что мне общаться? Она как лошадь. Я стучу по левой ноге, она дает левую ногу. Тучу по правой ноге дает правую ногу. Я говорю, ну хорошо, а как вы в магазин ходите? Она говорит, а как я хожу? Очень просто. Я купила фломастер, купила там, там, где не понимает русского. Я рисую. Морковка нарисовала, капуста нарисовала. Мне нужны были яички, я нарисовала. Она не понимает. Я дорисовала все остальное. Она поняла. Зачем мне язык? Вот такая Брайтоновская Одесса. Это я вам рассказал в свои наблюдения. Это не текст Жванецкого. Он меня просит. Ты, говорит, когда свою чушь будешь нести, объявляй отдельно. А мои художественные произведения объявляй отдельно. И я объявляю его художественные произведения. Я обнимаю вас, смеющиеся от моих слов, И пойдем втроем по улице, Побредем втроем обнявшись, Оставим четвертого стоять задумчивости, Оставим пятого жить в Алма-Ате, Оставим шестого работать не по призванию, И пойдем по Пушкинской С выходом на бульвар к Черному морю. Мы пойдем легко и мужественно, Ибо все равно идем мужественно, Такой у нас маршрут. Мы пойдем с разговорами, Они у нас уже не споры, Мы думаем так. Мы пойдем достойно, Потому что у нас есть специальность, И есть в ней мастерство. И что бы ни было, А может быть, все и в любую минуту, Но кто-нибудь обязательно поможет нам Куском хлеба, Потому что не может быть, Их были полные залы, Значит, будущее наше прекрасное обеспечено. Мы пойдем по Пушкинской Прежде всего, как мужчины, Потому что да, Потому что нас любят женщины, Любили и любят. Мы несем на себе их руки и губы, Мы живем под такой охраной, Мы идем легко, И у нас две матери, И старая сменится молодой, Потому что нас любят женщины, Они знают толк. Мы пойдем уверенно, Потому что у нас есть дело, С благодарностью ли без нее, С ответной любовью ли без нее, На наше вечное. Им занимались все, кто не умер, Говорить по своим возможностям, Что хорошо, а что плохо, Потому что, когда не знаешь, что плохо, Не поймешь, что хорошо. И Бог с ним с наказанием мерзости, Но отличить ее от порядочности, А это все трудней. Ибо так в этом ведре все намешано, И молодая, красивая женщина Вздрагивает от слов национальность, Даже без подробностей. Мы пойдем по Пушкинской, Потому что нас знают и любят, Потому что люди останавливались, Увидя нас троих, И улыбались. Да, это зыбко, любовь, масс. Это быстротечно, как мода. Мода быстротечно, Но крестьян Диор живет. У нас есть в запасе свой огромный мир, Наш внутренний мир. Три внутренних мира Идут по Пушкинской к морю, К морю, которое, как небо и воздух, Не подчинено никому. Оно расходится от ваших глаз вширь, Непокорное, свободное. Не скажешь о нем, родная земля. Оно уходит от тебя к другим, От других к третьим. И вдруг так вздыбится и трахнет По любому берегу, Что попробуй не уважать. Мы идем к морю, И наша жизнь здесь ни при чем. Она может кончиться в любую минуту, Она здесь ни при чем. Когда нас трое, По-прежнему трое, Когда такое дело, Когда мы верим себе И вам. Этот спектакль оформил наш одессит, Олег Шенцис такой, Главный художник театра Марка Захарова. Спектакль поставил Марк Розовский, Написал его, как вы поняли, Миша Жванецкий. Музыку написал к этому спектаклю Теодор Ефимов. Он за мной ездит, Он, по-моему, даже сделал. Он каждый раз ездит, Смотрит спектакль. Я говорю, зачем ты ездишь? Он говорит, мне нравится моя музыка. Он говорит, ну и я. Музыку написал, что это все. Видимо, Италия такая же, видимо. Но там говорят на итальянском, незнакомом, А здесь говорят на моем родном языке. Удивительный язык. Так вы мне поможете передвинуть шкаф? Конечно, я же обещал. Хорошо, я вас буду иметь в виду. Слушайте, а почему у всех семечки по 10, У вас по 20? Потому что 20 больше. А чем вы гладите тонкое женское белье? Чем я глажу тонкое женское белье? Рукой. Чем я гладу. Слушайте, почему рыба клюет? Она же не птица. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...